МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну и в самом начале нашего эфира позвольте познакомить вас с Федей. Так зовут вот этого очаровательного пернатого питомца ленинградского зоопарка. Козуар Федя, несмотря на свои внушительные габариты, все еще считается ребенком. И многому только учится. Например, принимать душ. Если поначалу он реагировал на воду и шланга настороженно, то через несколько тренировок вошел во вкус. И теперь Федя не представляет себе, чтобы его день прошел без освежающего купания. Кстати, о полезных водных развлечениях мы с вами сегодня поговорим очень подробно. В нашем случае обсудим, как управляться спарусом и как стать настоящим капитаном яхты. Узнаем все уже через пару минут, а пока главные темы этого дня. Минцифры запустила сервис Европротокол онлайн в приложении госуслуги авто. Теперь автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова полиции и заполнения бумажных бланков. Раньше главной функцией приложения была возможность загрузить свидетельство о регистрации транспортного средства и предъявлять его инспектору в электронном виде. В дальнейшем сервис станет еще более функциональным и поможет водителям экономить время и силы на получение нужных услуг. На Кубе внедряют платежную систему МИР. На Острове Свободы карты можно будет использовать к концу нынешнего года. В настоящее время они принимаются в 10 зарубежных странах, где в банкоматах можно снимать наличные и расплатиться за покупки. Это Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия. Росздравнадзора проверк информацию о дефиците гормональных препаратов. Ведомство на постоянной основе следит за наличием лекарственных средств, в том числе и с помощью системы мониторинга движения препаратов. Она дает возможность увидеть количество всех лекарств, находящихся в обороте на фармрынке. По результатам такого мониторинга дефицита не отмечается. А теперь вернемся к главной теме нашего эфира. Яхта, парус, романтика. Да, но не только. Это еще и серьезный вид спорта, где требуется хорошая физическая подготовка. Ведь яхтсмен лишь за счет парусов и силы ветра продвигает лодку вперед. Яхтинг появился в России еще при Петре Первом и до сих пор вызывает интерес у горожан. Как раз сейчас в Петербурге проходит первенство страны по парусному спорту. О его популярности и доступности для петербуржцев мы решили поговорить с нашим гостем. Оксана Коплуненко, 35 лет. Закончила Иркутский государственный лингвистический университет. Куратор направления яхтинг в городе в парусном сообществе Петербурга. Последние 10 лет работала в индустрии гостеприимства. Занимается внедрением новых событий в направлении яхтинг в городе и доступностью для каждого человека. Привет, Оксана. Я рада, что нашла время и пришла к нам в студию. Привет, Анастасия. Спасибо большое за приглашение. И у меня сразу вопрос. Доступный парусный спорт – это правда или вымысел? Это точно правда. И я наблюдаю каждый день, как приходят новые люди к нам в парус и вовлекаются в него. И делают это достаточно легко и непринужденно. А что касаемо денег? Сколько это стоит? Можно начать с достаточно простой истории. Это парусные прогулки. Это от полторы тысячи за час под парусом. И на парусном судне будет инструктор, который все расскажет и покажет, из чего это состоит. Но вам при этом ничего не нужно будет делать, если вы боитесь, что это сложно или невозможно. Вам не обязательно сразу тягать веревки, управлять парусами. Можно начать с этого. А дальше это тренировки. Тренировки длятся по два часа и стоят от трех тысяч. Это командная тренировка до пяти человек на одной яхте. То есть, в общем, любой человек может себе это позволить? Любой человек. Ну, а чтобы посмотреть, как в реальности выглядит тренировка, мы отправили нашего корреспондента. Уточню, что у него лучшая работа на земле. Мы отправили его в яхт-клуб. Давайте посмотрим, как он справился. Яхтинг – это более доступный вид спорта, чем мы привыкли думать. Сегодня мне предстоит выйти на яхте в акваторию Невской Губы, поднять стаксель и грот и научиться управлять парусами с помощью шкотов. Ну что, семь футов под килем? Железный трос называется штаг. Он нужен, чтобы наша мачта никуда не делась, не упала. Мы просто цепляем таким образом карабины. Еще сантиметр. Есть. Супер. Алексей, бери на руки. На руках. Бросай воду. Всего существует пять направлений яхты относительно ветра. В общем случае, если мы идем по ветру, то работы практически делать не надо, все ее делает ветер. Но если речь не идет о гонках, если мы против ветра, то тут пригождается управление шкотами. Вот один стаксельный шкот нужно подбирать, а другой, например, травить. Это для того, чтобы лавировать по воде или, как говорят яхтсмены, идти галцами. Смысл в том, что парус у нас один, а веревки у него две. При каждом повороте наши паруса автоматически будут перелетать слева направо. Тебе нужно при этом перебегать на другой борт. У многих людей есть такая мечта просто наслаждаться, путешествовать по всему миру. Как раз я курирую школу капитанов. Мы обучаем на международные права, которые как раз позволяют взять аренду яхту по всему миру. Яхтинг – это уникальный вид спорта, экстремальность которого зависит от погоды. Сегодня в Петербурге ясно и солнечно. Это наилучший способ провести досуг. Сразу видно, что Алексей счастлив. Мы услышали в сюжете о том, что ярко и солнечно – хорошая погода для парусных лодок. В Петербурге ярко и солнечно бывает, к сожалению, не так часто. Сезон яхтенного спорта длится с какого месяца по какой? Зависит от погоды. В среднем это с мая по октябрь. Но я бы тут не согласилась насчет погоды. Ярко-солнечно – это здорово. Но недавно был шторм, допустим. И наши ребята, которые участвовали в регате у нас в акватории, им безумно понравилась такая погода. Понятное дело, что есть некая точка безопасности, в которой мы не выпускаем это по погодным условиям, если очень сильный ветер. Но как только этот показатель близится к 10 метрам в секунду, то ребята очень-очень нравятся, когда это получается очень драйвовая тренировка и времяпрепровождение. Это как на американских горках прокатиться. Такой аттракцион своеобразный. А со скольки лет лучше идти в парусный спорт, чтобы добиться каких-то результатов? Возможно, не стать профессионалом, но просто хорошо уметь ходить под парус. В среднем, если вы отправляете ребенка в парусную школу, то это от 7 лет. И вот такое начало позволяет действительно добиться каких-то хороших результатов, заявиться на соревнованиях, на чемпионат России или международные, или олимпийские соревнования. У нас мы говорим о том, что не все потеряно, если вы не сделали это с 7 лет. Все в порядке, можно прийти и сейчас в любом возрасте. Мы тренируем, это опытные инструкторы, которые показывают, как что нужно сделать. И в дальнейшем наши ученики заявляются в командные соревнования, в тот же самый чемпионат России. Вот сейчас проходит какое-то первенство России в Петербурге? Да, все верно. То есть ваши ученики могут заявиться и туда? Теоретически, да. Первенство России – это соревнования в олимпийском классе яхт для участников до 18 лет. На наши тренировки можно приходить от 14 лет, и в целом у вас будет время, чтобы подготовиться к такому соревнованию. Обычный среднестатистический человек, например, я, приходит и говорит, всю жизнь мечтала под парусами ходить. И вы мне говорите, да, не вопрос, сейчас научим, обучим, и поедешь в дальнюю регату. Да, можно, безусловно. Вопрос, будет ли это, допустим, соревнование как первенство России, где уровень других участников будет, допустим, сильнее, чем ваше. Ну, мы постараемся еще это сделать, но постараемся, мы можем это сделать. А поехать, допустим, в регату в Грецию, допустим, или в регату просто заявиться как матросам в командную, в экипаж, это можно без проблем. Какие сейчас регаты вообще проходят? По России, может быть, в какие-нибудь новые направления? Их достаточно много. Из тех направлений, что открыто, есть Турция, Хорватия, Греция. А внутри страны? И внутри страны мы проводим, ну, это не регаты, не соревнования, это скорее экспедиции на яхтах. Там мы всегда говорим, что не требуется опыт вообще, он желательный, безусловно, но мы помогаем и учим людей парусу в процессе. То есть можно и палубу драйвить просто? Если очень хочется, то да. Но в целом, такие экспедиции, они больше направлены на изучение, исследование вот той акватории, где вы находитесь. Допустим, у нас есть на Байкале экспедиция, или на Белом море, или на Ладожские шхеры, или на Камчатку вообще можно уехать. И посмотреть на все это с другой точки зрения, не с берега, а с воды. Это вообще другое абсолютно. Точно так же, как и Турция, абсолютно, абсолютно другая история. Ты можешь дойти до любого маленького островка, подняться, там будут какие-то невероятные развалины, античные, которые недоступны никому. Ты там один на этом острове, это правда здорово. Ты так ярко рассказываешь, как будто была уже в этих экспедициях, ходила под парусом. Так ли это? Да, да, я регулярно хожу под парусом, стараюсь как можно больше, иногда изработать не очень получается. В прошлом году вот как раз съездила на Белое море, обалдела от того, насколько это незабываемый опыт. Там еще нету связи вообще, то есть пять дней, вот пять дней экспедиции. Никаких соцсетей. Никаких соцсетей, это даже звонков, не смс, и ты просто погружаешься в ту команду, которая тебя окружает, и тот окружающий мир. Там, не знаю, собираешь ягоду, исследуешь природу, и у тебя там есть бинокль, ты можешь наблюдать за птицами. Это правда все очень здорово, это все вот близко, рядышком с нами, до чего ты обычно не добираешься. Такое, Белое море, ну вот да, где-то оно... А вот ты ездишь в экспедицию как просто посмотреть, или ты уже знаешь, как управлять парусом? Ну, первый раз я поехала с минимальным опытом. Это были выходы здесь, на тренировочной базе в Петербурге, и это было... Ну, то есть он там не требуется. Там действительно на каждой лодке есть профессиональный тренер, инструктор, яхтсмен, который все рассказывает. Там сначала немного пугаешься всех терминов, когда тебе начинают кричать «добирай», «увались». Ты такой, так, что, подождите, я знаю, подбить, ну, там, не знаю, на себя, от себя, влево, право, а вот все увались. И прочее, там, шкот, и грот, стаксель для начала. Божечки, я уже запуталась во всех словах. Но ребята очень терпеливо рассказывают, что вот это парус, он называется грот. И это, на самом деле, все названия, они же голландские, вот, от Петра Первого, который завез эту культуру яхтенную к нам. Спасибо большое за диалог. Время, к сожалению, подошло к концу. А я напомню, в гостях у нас сегодня была куратор яхтенного вида спорта в Петербурге Оксана Каплуненко. Грамотные и слаженные действия команды под чутким руководством бывалого капитана – это, несомненно, залог успешного плавания. Но немалую роль в нем играет и подготовка, а за нее отвечает множество людей. Например, маляр штукатур судов. Именно такую вакансию мы нашли сегодня в интернете. Этот человек должен заботиться о яхтах и катерах почти как о своих детях. Ремонтировать их корпуса, красить и шлифовать. Только в этом случае судно может безопасно бороздить речные и морские просторы. За эту ответственную работу платить обещает от 55 тысяч рублей в месяц. При этом рассматривают кандидата и без опыта, потому что научиться всегда можно. Главное – иметь природное чувство ответственности. Это были главные темы, о которых мы хотели поговорить сегодня. Если у вас остались вопросы или мы рассказали не все, пишите нам, и мы обязательно вернемся с ответом. Я, Анастасия Петрук, Объясняем СПБ. Анастасия Петрук, Объясняем СПБ.